Погнали! Ну, 30 киловатт! Оп, оторвались! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта! Всех с Новым Годом! Сегодня 31 декабря, и посмотрите, какой у нас подарочек! Это у нас Таурус Пепестрель Электрический! Мы буквально вчера приехали из Италии, где его забрали! Вот как он выглядит в прицепе! Поездочка получилась 1400 километров! Заодно мы посмотрели Пизанскую Башню Падающую! В общем, все было весело, искупались в море! Поночевали у моря, прямо в нашем верном Т4! В общем, получилось классно! Как это? Дети и котики? Вот это вы, да! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта! Мы в Пизе, и приехали сюда покупать пепестрель, планер электрический! Заехали на экскурсию, посмотреть на башню! Смотри, как все фотографируются, все пытаются подпереть башню! То есть, как тебе это? Я не люблю, когда много туристов! Я тоже не люблю, когда много туристов, но не заехать было грех! И сейчас мы попробуем прошвырнуться вокруг! Посмотри на одну современную башню и увидеть остатки Римской империи! Вот это все культовое сооружение построено из остатков чего-то римского! Видите, блоки вставлены! Так что... Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Период рассвета Пизы! Делать нечего, строят башни! А потом начинают воевать, бах-бах-бах, упадок! Самое интересное, можно сказать, за 2 секунды! Башня падает! Почему падает? Потому что хреново построили! Залили фундамент неудачно, а она начала падать! Как? Не заливал там никто фундамент! Да? В черте каком веке построил! То есть, читал лучше! Фундамент не заливали, башню просто поставили, грунт поплыл! Ну, почти бах-бах-бах, но спасли! А сам город Пизы, можете почитать про него! Это был город-государство, которое через некоторое время загнулось! Почему оно это сделало? Потому что начало воевать с Генуей! Флот там 130 галер против 70! В общем, пофигачились! Победила Генуя! Это государство загнулось после этого! Поэтому не воюйте! И все у вас будет хорошо! И сейчас главное что? Собрать планер! Посмотреть, что вообще это за зверь! Электрический пепестрель! И облетать! Почему же я хочу полетать на электрическом пепестреле? Потому что достали двигатели внутреннего сгорания! Хотя, планер, который у нас недавно заглох над Лоботим-Ансилион, тоже пепестрель, только с бензиновым двигателем заглох! Потому что у него оторвалась заслонка в карбюраторе, как оказалось! Никаких там обледенений... Ну, собственно, оторвалось, потому что было обледенение карбюратора! Но мы же умеем садиться без двигателя! Планер это штука, которая в принципе летает без двигателя! И если нет двигателя, нет проблем! Но хочется в такую погоду взлетать без буксировщика! И электрический мотор, мне кажется, для этого самое то! Потому что практически нечему ломаться! Если что, может только батарея бак-бак-бак сделать! И, кстати, на таких планерах она уже делала! И даже есть случаи, когда эта штука сгорела в воздухе в Новой Зеландии! Я потом вам расскажу! Но мы будем идти вперед, двигать, приближать электробудущее! Ну, собственно, уже в новом году, в этом только соберем! Погнали! Открывай! Двумя ручками, аккуратненько! Ну-ка! Опа! Вот он! Ой! Смотри, какая розочка! Классная! Слушай, надо, конечно, вот это будет... А, так она еще и нарисовала! Она приклеена, да? Она приклеена, потому что, я думала, она хотя бы не печатана! Нет! Слава богу! Слава богу, этот приклеен и можно отодрать! Ой! Так, ну вот так это выглядит, друзья! Широкий прицеп, удобный от Кобры! Он шикарно себя вел в дороге! Не шалил, не прыгал! Планер закреплен на своем шасси! Нету здесь, как вы видите, никаких устройств для того, чтобы планер съехал сам! Ну, в смысле, не сам, а там обычно это рампы, которые поднимает фюзеляж! Еще чего-то нет! То есть, фюзеляж, видимо, мы сейчас просто прицеп наклоним и свезем его! Это в некотором робе удобно, ибо отсутствует вообще какой бы то ни было геморрой! Давай-ка, оп! Серега, оп! Вот это да! Молодец! Теперь мы опустим жопу прицепа! Как мы это сделаем? Очень просто! Смотрите, какая здесь нога есть! Тыч-тыч-тыч! Видите, специально, гигантского размера вот это ножище, сделано для того, чтобы прицеп опустить, видимо! Мне все очень нравится! То есть, реально удобнее, чем прицеп, который был у меня с моим планером на бензиновом двигателе! Самое главное, как вы помните, я по всем видео говорю, хвост! Как-то забыли о свежекупленном дискуссе, его в Орле купили, привязать хвост, и планер ехал, скакал и пробил там сверху такая обычно карманчик под хвост! И вот этой частью пробил хвост, сам хвост побил себе! Новый планер стоимостью кучу денег! По раздолбайству! Из минусов сразу вижу, что нет уплотнений вот здесь, то есть, по элеронам, по закрылкам ставится специальное уплотнение, к сожалению, на этом планере их нет! Сейчас он должен, по идее, покатиться! Я придерживаю! Да? Ну, катится прям? Он прям катится! Я же, катим! Зачем с ним будет? Не пусть катится! Тара-та-та-та-та-та-ра! Вот такой прям реальный дождь! Тара-та-та-та-та-ра! Самая погода собирать планер! Не говори! Вот это протез! Дальше нужно позвоночник приготовить сломанный в 20 лет! Сказать «грю!» Он, кстати, не тяжелый хвост! Дальше застегнуть! И все! Теперь фюзеляж у нас катается уже значительно лучше! Мы его можем вот так провернуть! Там не цепляет ничего? Не, нормально! Пристыковать его в ДГ-500! И у нас в приеме не должно хватить ширины для того, чтобы спонсил их крылья! Ну, открой, дай хоть внутрь заглянуть! Тебе открыть, да? Ну, конечно! Ты-то видел, а я нет! Я тоже внутри не видел! Вы его не... А, вы же не доставали его! Просто приехали! Огромное спасибо итальянскому дилеру за гостеприимство! Было все прекрасно организовано! Мы приехали, схватили планеры и уехали! Выпили кофе! Так! Грязный фонарь, но не царапанный! Качество фонарь хорошая! Так! Слушай, ну пушистенький! В отличие от моего этого розового! Конечно! Неутоптанный! Неутоптанный! Но и не чехлы тоже, извините, все-таки не кожа! С другой стороны, может, не кожа, но и лучше! Может быть, оно и лучше! Да! Потому что, когда же попа потеет на коже, это неприкольно! И кусают комары! Слушай, ну все прекрасно! Все прям... Пики-пики! Так, это, я так понимаю, самодельное, чтобы не засвечивало прибор! Да, слушай, и вот это самодельное, это тоже вот этот колхоз самодельный из металлических пупочек! И надо будет поснимать, потому что нормальные, оригинальные педали, без вот этих вот накладок! Накладки здесь эти, мне кажется, нафиг не нужны! Это такой-то такой апгрейд! Бест электрик снял! Так, вот они батарейки! Дай-ка я батарейки поснимаю! Вот они батарейки! Так, это, видимо, одна батарейка! И там сзади вторая батарейка! То есть, это уже версия 2,5! И здесь все чуть-чуть по-другому! Баллистический парашют! Да, вот эта вот ручка от него! Да, если, конечно, эта штучка за шторкой загорится, мало не покажется! Розочку содрать могу? Да, с деревья, но это просто выглядит отвратительно! Я согласен, что вот это хуже, чем... Ну вот, при чем все сочетания цветов! Тут главное не спешить, чтобы лак не содрать! Сочетание цветов такое, что просто вот хочется взять и завыть! Я между тем осматриваю, как в планере все выглядит! Выглядит все вроде как весьма прилично! Ну, поверхность полировать его, конечно, нужно! Но в целом, в целом, в целом, not so bad! По большому счету, с учетом наличия большой батареи, это не нужная функция! Но! Дело в том, что управляет вот этой большой батареей маленькая батарейка свинцовая, которая имеет свойство разряжаться, она же питает все вот эти приборы! Почему важно не разряжать 12-ти вольтовую батарею? Вы скажете, ну, Игорь, ну там такая же огромная батарея основная и так далее! Был незабываемый случай с нашей BMW i3, когда жена моя на трассе, на подъезде к Леону, заехала на парковочку, причем на автобане, и машина ей сказала, я превратилась в тыкву! Потому что за 9 лет разрядилась 12-ти вольтовая обычная свинцовая батареечка, которая питает всю электронику! Она, естественно, подзаряжается от основной батареи через там высоковольтный какой-то там инвертор! Но! Заряжалась-поразряжалась, заряжалась-разряжалась, чуть понадобилась побольше энергии, просадка по напряжению, система отключается и говорит, все, я тыква! И геморрой это на тысячу, больше, чем на тысячу евро получилось, потому что сначала два дня ждали эвакуатор, нужен спецэвакуатор на трассу, который эту машину оттуда утащит! Потом, значит, долго и нудно, мы писали дилеру, говорим, там батарея сдохла, мы уже подключали обычные 12 вольт, но она не превращается из тыквы в нормальное что-то, потому что говорит, сделайте мне этот апдейт проводом и софтом, а это сделать можете только вы! Те говорят, да-да-да-да, но мы не можем ничего, ничего не можем, привозите, посмотрим! Мы привезли, две недели они ждали, пока дойдет очередь до осмотра, осмотреть, сказали, да, у вас батарея сдохла 12 вольт! Вам заказать? Я говорю, конечно! Еще две недели ждали батарею, потом ее поменяли, через месяц мы получили машину. Из-за, блин, дебильной батарейки стоимостью 50 евро! Вот, поэтому, собственно, это одна из причин, возможно, по которой владелец планера решил, что пусть я буду иметь 12 на своем борту хоть немножко обычной солнечной энергии, подзаряжать там приборы, какие-то минимальные какое-то количество, но не рассчитывать только на батарею, которая заряжается от высоковольтной. Современный мир, вот такие технологии, и они, конечно, с каждым годом становятся все лучше и лучше. Вот эта вот версия пепестрили уже G2.5, тот, про который я говорил, что сгорел в Новой Зеландии, это G2.0. Сейчас уже есть G3.0, который с батарейкой уже вентилируемой, охлаждаемой водой. Вот я о таком мечтаю, но это мы взяли попробовать, посмотреть, и, может быть, его модернизировать, доработать. В любом случае, лучше тот ждать долго, а это как-то синица в руках, хотя мы, конечно, мечтаем о журавле, тоже в руках, а не в небе. Серега, есть ли шансы? Ну, она замерзла ее. Да? То есть феном погреем, а этот отделем, да? Или чуть-чуть, да, феном погреем. Ну, ладно, это не самое важное, что нам сейчас нужно сделать. Так, а нам нужно повесить крыло. Я почистил все поверхности, готовлю их к монтажу и нашел вот такую неприятную штучку. Как видите, регулировочная шайбочка, которая вот на этом пальце. И она, по сути, получается, убирает, видимо, люфт, который образовался. И в данном случае не дает крылу, не знаю, может быть, там как-то шевелиться. То есть вот я такого еще не встречал. В моем планерном опыте таких колечек не было. Обычно вот эта вот деталь изначально регулируется точно, и после этого вклеивается и все. И она вообще меняться должна. То есть она должна выкручиваться и вкручиваться. Это вот заменяемая штука. Ну вот, как вы видите, здесь вот такое странное решение шайбочкой. Вот я не знаю, это заводской или уже предыдущий владелец такое извращение выдумал. Конечно, вот это мне очень не нравится, потому что такую шайбочку потерять сейчас при монтаже, это как задать, как вообще никаких вопросов. Хорошо, что я заметил. Вот эти, наверное, точки вынимаются и регулируются. Это вклеивается навечно. Я не очень сильно поверю, что пипистрель, когда сдавал этот летательный аппарат, поленился вот так взять и отрегулировать. То есть, возможно, это уже в процессе, ну, в эксплуатацию. Этот планер налетал всего 70 часов, судя по слухам. Но летал человек в возрасте, соответственно, мог иметь не самые лучшие посадки. Поэтому надо быть крайне внимательным, все смотреть, чтобы не нарваться на какую-нибудь каку. Почему нужно быть внимательным, друзья? Потому что обычно любой БУ-аппарат, который продают, продают в стиле. Да он вообще не летал, стоял в ангаре, все с ним было хорошо. Бабушка с дедушкой за хлебушком ездили, как вот на вот этом моем Т4. Говорят, что нам действительно по записям был единственный владелец, который владел им всю жизнь. И все вроде как хорошо. Следующий владелец был Литовец, который мне его продал. И с этой машиной мне повезло, почти там ничего не было бито. А предыдущий я покупал примерно в той же конфигурации. Там, когда краска с него начала слезать, все двери, все детали разного цвета. То есть, эта штука была собрана из кучи всего. Ну, хорошо, хотя снова была более-менее адекватная. И он подо мной только прошел 350 тысяч километров. Сейчас у него на пробег 750 тысяч ездит дальше. Самое главное, что в планере? Хорошо все смазать. Действительно, нужно смазать все поверхности, почистить старые смазки. Планер, в принципе, не так давно летал. Но, знаете как, получил вещь, сними всю смазку, положи свою, и будешь верить в то, что все сделано хорошо. Нашел еще интересное место. Вот это узел крепления стабилизатора, он крепится на двух штырьках. И вот эта точка, где болт, фиксирующий стабилизатор, вот он. Вот эта точка здесь, как вы видите. В том месте все немножечко так, ну, скажем так, не повреждено, но подмято. То есть, то ли был какой-то удар, то ли это закрепили неправильно, то ли еще что-нибудь. Но вообще выглядит, конечно, крайне неприятно вот это место. И вот, понять бы, что за хрень. Видно здесь какие-то следы ремонта. Собрали мы пепестрельку, как вы видели, это очень просто делается. Крылья легкие, самое главное, это там 50 килограмм, на двоих вообще ни о чем. И сейчас я попробую запустить на нем батарею, посмотреть какой заряд, завтра же летать. Батарейка у нас вот, сзади, в самом лучшем месте, сразу за головой пилота. Если что, бах-бабах, и думать не надо. Опять же, вот парашют. Если батарейка загорится, то до парашюта тоже недалеко. В общем, конечно, решение это весьма такое, так помягче сказать, непростое. Возможно, для батареи лучше место было бы вот там где-нибудь внизу, в конце концов. И, по-моему, в G3 версии уже так сделали. Но здесь, ну, смогли, что смогли, вот в районе Венжирона. Вот сделали там с опорой на, вот здесь шасси у нас, такой мощный контейнер. Второй контейнер со второй батареи, по-моему, сзади стоит. Это уже версия 2,5. Батарея вроде как менее горючая. Здесь такой внушительный порт зарядки. Что ж, попробуем запустить. Это у нас первый тумблер. Тумблера, конечно, солидные. Это питание всей этой системы низковольтной батарейкой. Так. Низковольтная батарейка, вот она у нас. Про неё уже рассказывал недавно. Что случается, если она отказывает. Без неё вся эта умная электроника превращается в тыкву. Ну, а теперь подключаем основную батарею. Оп. О, первое приключение. Варинг. Осторожно. Батарея нагревается. Вот, друзья, батарея. И прокачивается воздух. Не знаю зачем. Чтобы... О! Вентиляторы сейчас перешли на минимальную такую... О, тёпленькая пошла. Тёплым воздухом нагревает батарею. И, судя по всему, этот процесс займёт какое-то время. Это, конечно, первая засада. Летишь ты так, летишь где-нибудь над экранцем. И вот понадобился тебе мотор. Ну, всё, прижало. То есть, нужно. Ты так чпок. Оно пишет тебе. Друзья мои, не могу ничего сделать. Батарейка нагревается. Ждём. И это, кстати, вполне вероятно. Потому что, когда мы летаем в волне, я летаю на 6 тысячах метрах. Там до минус 30. Вот, когда мы сейчас летаем зимой. Ну, даже если там минус 15. Но всё равно. То есть, я так понимаю, что это батарейки. Вот сейчас 4 градуса тепла. Вот ей понадобилось нагреться. В принципе, во всех автомобилях так похоже и так далее. То есть, эти батареи литиевые греются. И это занимает какое-то время. Ну, ладно, если перед взлётом. А если в полёте? Если в полёте движок понадобился. Первая большая засада электрической технологии. Поэтому ещё непонятно, что лучше. Электричество или старый надёжный Rotax 503, в котором всего лишь там отлетает заслонка карбюратора. Иногда на взлёте. И всё. Мотор 5 градусов. Инвертор 4 градуса. Батарея 3 градуса. Ну, собственно, батарея-то и греется. Так, а это у нас поднять самоустановку. Ну-ка. Да. Вылезает. Вылезает электрическая красота. Вот. И вот эта хрень, по идее, готова к работе. Главное теперь мне не повернуть. Power. Задымилось что-то. Эта пара изо рта идёт. Я думаю, задымилось что-то. Ну, слушайте, это звуки страшные. Слышите, как она зажужжала? Пойдёмте посмотрим, что там такое. Слышите, какой страшный звук. Как будто что-то взлетать собирается. Попахивает какой-то электроникой. Ну, не воняет, но попахивает. Итак, судя по всему, это вторая батарея. Судя по всему, большой чемодан – это инвертор. Это у нас воздухозаборник системы охлаждения. Это у нас мотор. Аккуратненько к винту не приближаемся. И это у нас воздухозаборник системы охлаждения. Трубка такая мощная, крепкая, непрофилированная. Круглая ей, ладно. Конечно, красивее было бы её сделать такую обтекаемую. Не знаю, почему не сделали. Сам моторчик, конечно, выглядит смехотворно. 35 киловатт или даже 40, по слухам. Ну, как-то это всё. Маленькая, но я верю, верю, верю. Как вы видите, две точки крепления штанги. Они достаточно мощные, силовые. И актуатор, который это дело вынимает. Вот актуатор, который это дело всё поднимает. Изящно, красиво, надёжно. Звучит, как такой ядрёный кипятильник. Видны следы дохлых насекомых. Кстати, эти насекомые весьма портят радиодинамическое качество винта. Винт может перестать тянуть. Трогаю батарейку. Да, потеплело батареечки. Теплее стало. Система написала, что можно лететь. Ладно. Усел себя в планер. Моторчик у нас теперь 7 градусов. Инвертор 26 градусов. Батарейка 8 градусов. Ну что ж. Попробуем выпустить моторчик. Пиау. О. Пошло дело. Так, первым делом. Воздушные тормоза. Они соединены вместе с колёсным тормозом. И будут работать. Если что, я за тормоз потяну. Остановлю эту штуку. Попробуем потихонечку. Что там? О. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Слушайте, ну класс. Работает. Актуал. Я ещё в ангаре никогда не запускал конструкцию. О. Что тут у нас? 0,2 киловатта. 0,8 киловатта. Ну вот такой вентилятор. Можно проветривать ангар. Класс. Ладно, выключаю. А теперь попробуем убрать. Смотрите, раз. Ну-ка, уберётся самой или нет? Лучше это он. Вот это мне уже нравится. Фух. Система работает. О, это створочки, когда винт на них давит, они так щёлкают неприятно. Система работает. Надо сейчас проверить, зарядить батарейки и дождаться хорошей погоды. Ну, я, конечно, в такое говнище могу слетать, но это будет не самый контент огонь. Не смог я удержаться, друзья. Хотя бы немножко по полосе проелось. Дождь кончился. Да можно и взлететь было бы, но ветер попутный. Ну, жена убьёт. На Новый год ждёт дома салат или еди резать и так далее. И будет абсолютно права, потому что Максик тоже папу ждёт. А папу тут занимается чёрт и чем. Ну, одним глазком. Итак, поднимаем мотор. Почему я сейчас хочу проехаться? Дело в том, что нельзя хранить батарею в полностью заряженном состоянии. Сейчас у нас 89% для хранения очень плохо. Категорически рекомендовано хранить батарею в полузаряженном состоянии, что я сейчас попытаюсь сделать. Немножко покатаюсь, немножко разряжу батарею. А когда нужно будет полетать, я её заряжу. Вот я нашёл себе оправдание. Всегда любой человек ищет оправдание для своих действий. Случай в Новозеландии, когда загорелась вот эта вот система в воздухе и пилот погиб, как раз произошла, может быть, потому, что он держал батарею постоянно подключённую к зарядке. А для лития это не очень. И плюс там в этих пакетах лития была какая-то стружка, ещё что-то от вибраций. Это батарея следующего поколения, бахнуть не нужна. Оправдание я себе нашёл. Поехали! 0,2 киловатта. На 5 киловаттах эта штука поехала. Вот сейчас 6 киловатт. Ланерочек прекрасно проруливает на полосу. Как я уже говорил, взлетать я не собираюсь. Мало того, у меня бак не заправлен. Надо было бы воды взять, если бы я взлетать собирался. Тише да гладь, а моторчик крутится. Сейчас моего раз. Только с двух вот этот охлаждение инвертора. Инвертор у нас сейчас 32 градуса. Батарея чуть прогрелась 11 градусов. Моторчик 9 градусов. Ну что, поехали, доедем до конца полосы. Блин, у нас вентиляция. Видите, это не употреблял кто-то что-то. Это просто очень, видите, влажность дикая. Ну погнали, прокатимся. Я думаю, что никто сейчас не собирается. О, кстати, вентиляция заработала. А, мордочки подкрываю. Пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Добавим парку. Ой, как, конечно, контроль идеальный. Ой. Вот это дыр-дыр-дыр, это заднее колесо входит в режим шимми. Начинает шататься очень неприятный звук. На самом деле, на взлете и на посадке он довольно быстро пропадает, когда просто даешь газку. Но пару секунд есть, может колебаться заднее колесо на пружинках. К сожалению, от этого никуда не уйдешь. Так, нам сейчас нужно, не заезжая в грязь, ну-ка попробуем тормозуть. Тормоза работают. Тормоза работают. И сейчас надо будет развернуться. Полностью даю педаль. Да, вертится, конечно, пепистрель вокруг уха. Как говорят парапланиристы. Ну, вот сейчас на 4 киловаттах он катится. Мало того, сейчас он покатится с горки, чтобы нам опять не устроить это колебание заднего колеса. Я, видите, вырубил вообще движок. И катимся. Просто так. Ой, вот это извращение. 31 декабря. Кто бы мог подумать, занимаемся вот такой фигней. Ну, новая игрушка, друзья. Хочется немножко поиграться. 86% батарея, 85%. То есть потихонечку мы ее подсаживаем. Вот такими покатушками. Я хотя бы попробую до 70% ее процедить. Сейчас попробую прогрязывать его на тормозах. По большей мощности дам. Послушаем, как он будет на полной мощности жужжать. 85%. Давайте я дам по большей мощности. 4 киловатта. Я готов, если что, сразу же сбросить тягу. 9 киловатт. 10 киловатт. Планер пытается поехать. 12. 14. 17, 18. Уже тормоза не держит. Фух. На 18 киловаттах тормоза не хотят уже держать. Он хочет ехать. Я просто боюсь еще того, что он может нос наклонить. Клюнуть. Ну, поехали, прокатимся. 5 киловатт отпустил тормоза. Восторг. Восторг. Даже кататься на этой штуке прикольно. Вы видите щадячую радость человека, которому досталась новая игрушка. Так, сбрасываем обороты. Чуть бы так. Что слышите? Бам-бам-бам. Это опять заднее колесо вот так забрымкало. Почему, еще раз повторю, две пружинки, и оно в определенный момент может входить в резонанс. Пружинки нужны для того, чтобы, когда рулишь педалями, крыло, заднее колесо связано с рулем направления, но не жестко через пружинки. Вот это все брым-брымкает на определенной скорости. Демпфер какой-то нужен, наверное, но его не придумали. Скажу и вам, вот так покататься на планере по полосе очень даже полезно. Привыкнуть просто немножечко к управлению, ко всему. Я сейчас вижу, что я себя стал увереннее чувствовать с этой новой штуковиной игрушкой. Поэтому идея была классная и здравая. Ну и, соответственно, вот то, что я вам про батарейку говорил, это тоже очень важно. Фух, накатался, даже сжался. 73% нормально. Буду выключать, убирать мотор. Видите, сразу процесс пошел. Это, конечно, удобно. Батарейка до 17 градусов прогрелась. 35 градусов у нас инвертор. Бам, вот этот бам, бам, меня, конечно, беспокоит. И теперь рам. Раз. Выключаем питание. Все системы. 73% батарейка. 279 вольт. 140. 14 вольт. Вся основная система. Так. И теперь основной батарейки. Раз. И основной там погасить. Это батарейка, которая 12 вольтовая. Тумблеры, конечно, просто бомба. Одни эти тумблеры уже уважение вселяют. И, собственно, и дождь пошел. Дождя вам, наверное, не видно, но поверьте, он есть. То видите, как складывается порой все. Вот раз, 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 раз. Не было бы дождя, конечно, чтобы сейчас летал, но тогда бы получил чертей на Новый год. Все, побежал домой, резать оливье и радоваться Новому году и новому счастью. Ну вот, видите, у меня уже счастье началось с чего-то Нового года. Всего вам доброго, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Теперь у нас будет еще электрический планер. Сейчас мы рядышком с человечком пролетим. В высоту набери. Ну, что-то высота. Высота это так. Высота это расстояние. Вот человечек. Это весело. Ю-ху! А высоту мы, видишь, превратили энергию. Мы, может, кстати, так лучше и набираем. Мы опускаем в зону, где есть динамик. И набираем там высоту. Вот там, интересно, термичка все-таки или... Термичка термичка. Она в проглоне как раз вот там, вот там. Вот там, в этой линии, да? Вот, даже на пик-ридюре, ближай. Не на пик-ридюре, чем на... 54% батарейка. Ну, нормально, что, сколько 30%? Ну, 80-87, 40... 30%? Ну, да. 30%. Толико, солнечная работает, заряжалка даже. 40% иногда. Когда на нее солнышко светит. Что-то мы не особо набираем. Да вот тоже. Зато можем пошалить, смотри. Да лучше набирай. Эй-эй-эй-эй! Субтитры сделал DimaTorzok